Валерий Седов За минувшие сутки в Рязани области зарегистрировано 5 ДТП, в результате которых 6 человек получили травмы различной степени тяжести. Однако резонансное ДТП произошло сегодня утром на трассе Р-22 «Каспий». Эта авария произошла утром 16 июля. В Михайловском районе столкнулись легковушка «Митсубиси Лансер» и грузовик «Вольво». В результате чего водитель «Митсубиси Лансер» погиб, пассажир находится в УКБ. На месяц 40 это следственная оперативная группа. Еще одна авария произошла в селе Добрые Пчелы в Захаровском районе. 15 июля в 22.30 столкнулись мотоцикл «Иш-56» под управлением 21-летнего Рязанца и мопеда «Моталенд» под управлением 15-летнего жителя Захаровского района. Обоих водителей госпитализировали. Всего же за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 5 ДТП, в которых пострадали люди. И 41 авария с причинением материального ущерба автовладельцам. Всего инспекторы ДПС выявили 342 нарушения правил дорожного движения. В этом числе два факта управления транспортом в состоянии опьянения. Плюс один водитель, который от прохождения медосвидетельствования отказался. Реконструкция гидротехнических сооружений в Скопине, качество обслуживания в электропоездах и оборудование пляжей в регионе. Это только часть тем, которые обсудили на заседании правительства. Тема номер один – реконструкция очистных сооружений в Скопине. Осенью прошлого года сообщили, что работы начались. Павел Малков отметил, что проект этот ключевой. Очистные сооружения нужны для реализации будущего инвестпроекта – строительства в Скопине нового фармацевтического производства. Срок окончания – декабрь 2024 года. Также оборудование, предусмотренное в рамках реализации проекта, заменили на отечественное. Оно заказано уже у производителей. Срок поставки – август-сентябрь 2024 года. После проведения реконструкции очистные сооружения смогут принимать дополнительный объем истоков от предприятий, учреждений. А уровень очистки будет соответствовать всем санитарным нормам. Другая тема – обслуживание в электропоездах. От Рязани до Москвы ежедневно ездят 18 пригородных поездов, 10 из которых – экспрессы. И один из частых пассажиров, который ездит по этому маршруту – Павел Малков. Он обратил внимание на многие неисправности и дал поручение устранить. В январе текущего года для технического обследования поезда была организована рабочая группа с участием Минтранса области, регионального руководства РЖД и компании-перевозчика, центральной пригородной пассажирской компании. В ходе мониторинга были выявлены следующие многочисленные дефекты. Повреждение салонного оборудования, спинок, кресел, подлокотников, столиков, электрических розеток. Освещение салонов и тамбуров – ни единого оттенка освещения. Изношенность напольного покрытия с необходимостью замены. Неудовлетворительное состояние салона и туалетных комнат. Температура в салоне наблюдалась значительно ниже нормативной. По итогам мониторинга перевозчик подготовил комплексный план по устранению вышеуказанных дефектов и устранил их в рамках текущего содержания 30 марта текущего года. Контроль за санитарным состоянием поездов был усилен. После перешли к непосредственно летним поручениям состояния пляжей. В соцсетях пожаловались на плохое состояние пляжей. Конкретно Ласковое и Уржинское. А еще Скопин, Сапожок, Рязанский район. Жалоб, в общем, хватает. Коллеги, мы же работаем на самом деле для людей. Прошу коллег из администрации вспомнить, как сами на пляж ходили или ходите сейчас. И не надо говорить, что что-то не получается. Есть проблемы – надо искать, как ее решить. Выехать на место, посмотреть своими глазами, вместе с МЧС выехать, посмотреть, проработать с вопросом. Причем люди у нас купаются в вполне конкретных местах, которые много лет уже определены. Все эти места известны. Я руководителей муниципалитетов прошу лично заняться. В некоторых районах эта работа отлично проведена, а в некоторых – неудовлетворительно. И в целом, работой по созданию условий для пляжного отдыха я недоволен. Считаю неудовлетворительной. По итогу пляжного вопроса губернатор дал новое поручение. Создать реестр мест для купания и конкретные планы по развитию для каждого. Плюс график работ по их запуску. Потому что в этом году, например, часть пляжей открылась только к середине лета. Закончилось заседание правительства статистика жалоб из социальных сетей. В этот раз топ-9. Первая пятерка – классическая ЖКХ, благоустройство, дороги, медицина и вывоз мусора. А вот новые четыре позиции любопытны. Сразу на шестом месте – общественный транспорт. Следом – соцзащита, экология и образование. Павел Молков отметил, что проработать надо все обращения. В старой кузне нашим бойцам помогают с первых дней начала СВО. Вадим Дыкин вместе с волонтерами регулярно отправляют на передовую все. От гуманитарной помощи до портативных кованых печей. Уже больше двух лет в этой кузне варят и куют элементы обмундирования и портативные печки. Вообще разных изделий для фронта здесь делают с десяток видов. Каждая из них дорабатывают с учетом отзывов наших бойцов после тест-драйва. Машины с изделиями на передовую отправляют регулярно. Очередную большую партию всего самого необходимого помогают грузить волонтеры. Сегодня у нас приехал один из полков десантуры. Отгружаемые очень далеко. Ребята приехали. Работаем мы с ними тоже очень давно. Мы им грузим сегодня печи дизельные, печи дровяные, баки, кошки. Очень много спецсредств. Нифа памница – это защита безболивающих уколов. Грузим гуманитарную помощь. Грузим обереги Сараевского района. Не так давно у бойцов появилась потребность вот в таких вот тележках на дистанционном управлении. За основу взяли чертежи из интернета и описание задач от самих солдат. В итоге получилось устройство с камерой и аккумулятором, который управляется дистанционно. Это уже не новшество и это уже давно нужно на фронте. Тележка нужна для подвоза боеприпасов, еды, допустим, в окоп солдату. Там, где он ведет бой, это элементарно человеческие жизни. Там, где не может пройти человек, пройдет тележка. Даже если ее уничтожат, это будет уже не человек, так сказать, не солдат наш. Также на нее устанавливается вооружение, она может вести бой. А еще на ней можно транспортировать раненых солдат. Радиус передвижения устройства порядка двух километров. Конечно, теперь в планах усилить работу именно над такими моделями. Ведь похожая заводская будет стоить как минимум 250 тысяч рублей. Волонтеров сейчас хватает, рассказывают в кузне. Осенью прошлого года к помощи подключилась Федерация тяжелой атлетики Рязанской области. Волонтеров взаимодействует большое количество. Люди приходят тогда, когда у них есть время. Отрывают время от работы, от семьи. Приходят, помогают. Постоянно приходят порядка 20 человек. Есть и волонтеры, которые радеют за наших солдат с самого начала СВО. Работаю я сварщиком, тут помогаю варить. Почти с самых первых дней узнал по интернету. Умею варить, пришел помогать. Порядка пяти тысяч изделий уже сегодня повезут в зону специальной военной операции. Но и это лишь малая часть необходимого для фронта. А значит, работу будут продолжать. Нам очень нужно металл в первую очередь. С волонтерами стало более-менее налаживаться. Помогает Федерация тяжелой атлетики, председатель Владимира Попова. Ребята стали приезжать. А вот металл у нас сейчас фактически кончается. Арматура, лист, труба, профтруба, квадрат, пруток. То есть нужно все. Мы делаем от спецсредств до тележек. Кристина Бочкарева, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». Документальная выставка «Город, которого нет» показывает подлинные фотографии и документы Северодонецка. 162 экспоната расскажут о событиях русской весны, референдуме по созданию ЛНР и ДНР и периоде освобождения городов в ходе СВО. Отдельно представлены флаги ДНР и ЛНР, аудио и видеоматериалы воспоминаний автора проекта. В этом году Северодонецку 90 лет. И фотодокументальная выставка в библиотеке Горького рассказывает не только о современном городе, но и показывает почти вековую историю его развития. Это один из самых крупных в Луганской области городов и славится он прежде всего своими жителями. Клей ПВА, например, придумал как раз уроженец Северодонецка. Известен город и благодаря заводу Северодонецкий Азот, в свое время крупнейшему химическому предприятию. Отдельным блоком выставки представлен период жизни города до 2014 года. В создании проекта автору Владимиру Дедову помогали друзья и знакомые. Я делал большую часть этих фотографий сам лично, плюс мне активно помогал в этом деле, помогали, правильно так сказать, семья моих друзей, мои соседи по дому, семья Доленко, отец и сын Артур и Владимир. И мой коллега, друг, однополчанин с общими усилиями, ну и плюс еще мой архив старых фотографий. Владимир Дедов рассказывает, что по образованию и по призванию он музейщик и краевед. Часть своей жизни провел в Северодонецке. Там тоже занимался краеведением, поэтому большая часть подлинных фотографий разных лет города сохранилась у него в личном архиве. Также он отметил, что делать фото во время боевых действий опасно, но люди хотели запечатлеть свое, дорогое душе, место. Поэтому искали способы. Это действительно был риск, и фотографировать старались очень аккуратно, очень тайно, зачастую откуда-нибудь из окна квартиры, например, ну это вот центр, площадь Победы, из квартиры фотографировали было дело, из чердаков фотографировали, или из окон подвалов тоже такое было, действительно. Цель проекта – сплотить людей и напомнить о человеческих ценностях. А также, как сказал автор выставки, отдать дань уважения и дань памяти его друзьям-иннополчанам, тем, кто стоял у истоков русской весны. Увидеть выставку можно в библиотеке Горького до 15 августа. Анастасия Арт, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». 16 июля – день памяти святителя Василия Епископа Рязанского. Святой жил во второй половине XIII века, а с тех пор он почитается как покровитель земли Рязанской. О происхождении святого от кого и где и когда родился никаких свидетельств не сохранилось. Но сохранились в песнопениях церковных указания на то, что святитель Василий с младенческих лет был освященным рабом Господнем, а с юношеского возраста усовершенствовал себя нравственно и духовно. Первые подвиги благочестия своего начал он в Муроме, где принял монашеский обед. Приняв сан архиерея, Василий показал себя пастырем добрым, мудрым, милостивым и любящим, примером и в молитвах, и в пощениях, и в духовных подвигах. Такие высокие подвиги и добродетели святителя невыносимо стали врагу всего доброго – дьяволу, который, согласно житию, стал применять свои сатанинские хитрости, чтобы возбудить в легкомысленном муромском народе сомнения в чистоте и целомудрии жизни святителя Божия. Принимая образ блудницы, дьявол вышел из жилища Василия, и народ решил судить святителя. Невинный праведник всю ночь молился со слезами в соборном храме Бориса и Глеба. Затем отпел молебен, предчтимый им иконой Богоматери в храме Благовещения, взял эту икону с собой и, придав себя воле Божией с надеждой на Божию Матерь, пошел к реке Айке, чтобы навсегда оставить муром. Народ приготовил ему лодку, но святитель Василий снял с себя мантию, разослал ее по воде, взошел на нее с образом Богоматери, и чудес нанесомой силой Божией, как бурным ветром, быстро поплыл по реке против течения ее воды. Пораженные чудом муромцы все от старого до малого запили со слезами. О, святой владыка Василий, прости нас, грешных рабов своих. Но святитель Василий был взят от глаз муромцев в мгновение ока. Так оправдал Бог невинность праведника своего пред народом. Так посрамил он козни дьявола, искавшего погибели народа. После обедни в третьем часу дня святитель Василий оставил муром, а в девятом часу того же дня, к вечерне, принесен был в Старую Рязань. И весь собор пастырей со святыми крестами, князь с боярами и народом поспешили выйти на берег Оки, встречать богоявленного святителя, и, видя его плывущим на мантии с иконой Богоматери, с великой радостью приняли к себе. Недолго продолжалась радость святителя Василия и его паствы. То было время скорби, а не радости. Во время опустошительного набега варваров Рязань со всеми храмами была разрушена, а святителю Василию промысел Божий назначил другое место, пристанящее упокоение – это Переславль Рязанский, современная Рязань. Предание говорит, что святитель Василий и сюда приплыл по Оке и Трубежу, на своей чудодейственной мантии, с тем же муромским образом Божией Матери, к церкви Бориса и Глеба. И церковь Бориса и Глеба с того времени стала собором. Пастырское служение святителя Василия продолжалось только 10 лет. Перенесенные им огорчения, труды и заботы, скорби и печали при виде страждущей под игом татар паствы сократили жизнь святителя. И 16 июля 1295 года святитель Василий переселился в вечные обители. Тело его было погребено в Борисо-Глебском соборе. Не без благих целей промысла Божия совершалось переселение святителя Василия из одного места в другое. Муромцев оно выразумило, открыв им козни дьявола, а жителей Рязани и Переславли Рязанского утешило и подкрепило в скорбное для них время и дало пример веры и терпения. Памятное место захоронения святителя Василия Рязанского к югу от алтаря Бориса Глебского храма. Уже несколько веков почитается как одна из главных святынь собора. В день памяти святителя Василия Рязанского небесного покровителя Рязанской земли ежегодно проходит соборная молитва. Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете найти на нашем сайте город62.тв и в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и спокойных новостей. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова